Всем привет! Сегодня свой блог начинаю на рынке. Позвонил этот чел, у которого брали колонку, короче, ездила, забирала колонку. Все, наконец-таки я уже иду домой, спала и слышу телефон мой, вайбер что-то там пипикает. Денис носил колонку на проверку, потому что что-то очень слабо батарея держала. Ну, я ему на Новый год подарила колонку. В итоге, короче, колонка на две недели была на диагностике. Сейчас приехала, короче, с ней выяснилось все нормально. Я подозреваю, что это наши шнуры, просто плохие. Ну, в любом случае поменяла, короче, на другую колонку. Зашла параллельно, корм купила. Хотела во вторник к нему поехать, но в итоге начал там что-то морозиться непонятно. Короче, долгая история, долгая переписка. И в итоге я все равно своего добилась, но мне поменяли ее. Вот. Думаю, все равно надо на Поповича, поэтому на него пишу. Мне, в принципе, какая разница, на кой рынок я поеду. Короче, в итоге купила корм. Зашла еще в магазин. Все по два, все по четыре там. Взяла то, что мне надо было. И сейчас зашла еще просто в магазин. Тесто хотела взять дрожжевого, но в итоге не брала. Сама буду делать. У меня все дома есть. Короче, сделаю сама. Ну, раз они хранили в морозилке, значит, нужно морозилку положить. Попробую. Короче, посмотрю, как это они так хранили и что они с ним делали. Даже если оно не хранится, пофиг. Короче, сегодня хочу раскатать снова пирог с капустой. Короче, он просто вчера испарился. Это очень вкусно. Да, так что идем домой. Я когда уходила, ну, я назад на автобусе приехала, а туда такси вызывала. Села в машину, отъехали метров, наверное, тридцать. Я вспоминаю, что забыла эту бумажечку. Да, типа гарантийную эту хрень. Думаю, твой налево. А он по-любому сказал бы, неси. Развернула таксиста. И, короче, поехали. Я забрала этот документ и все. Походила по рынку. А Полина до сих пор спит. Потому что она что-то ночью очень плохо спит. А как днем, так с радостью. В итоге два этих пакета просто еле притянула. Это полностью весь рынок. Это магазин. Так что идем домой. Сейчас покажу, что я там выкупила. Так, в магазине, значит, купила крем-соду попить. Чуть больше, чем килограмм бедрышек. Вафли на развес. И капусту. Капусту взяла большую, потому что планирую вообще, в принципе, сделать два пирога. Вот, что в итоге Денис оставил после капусты. Поэтому, о чем я и говорю, в принципе, что тема эта офигенская. Это очень вкусно. Поэтому у нас идет вообще пипец. Быстро очень. Еще после утра посуду помыть. Перегорела была лампочка. Поэтому Денис сегодня с моим этим... Был с моим... С моей лампой настольной. Так, сейчас я это все уберу и покажу, что здесь. Значит, вот корм. Кстати, на рынке, на Скидельском тоже есть такой же корм, как я покупаю. Поэтому не понимаю, почему я переплачивала на Поповича, если там то же самое есть. Я последний, правда, забрала. Вот. И, собственно, колоночка новая. Ну, это уже другая, поэтому... Ну, будем тестировать, что делать. Потому что все вот эти басы и прочее все съедают тоже батарею. Вот. Ну, как бы такая неплохая колонка. Ну, вот в итоге бобина, блин. Как ей тут еще пользоваться? По-моему, так вот. Надо зарядить. Наверное, разряжено. Я не читала инструкцию, пока не знаю, как и что. Короче, поставлю на зарядку. У него тут еще сумка есть эта. И, короче, в его как раз вот тут крючок. Пусть тут и висит. Вот. Поэтому поменяли уже хорошо. Гарантия, по-моему, тоже три месяца, если я не ошибаюсь, как на ту. Так, дальше. Это пакеты. Зарядочка туда. Значит, взяла футляр для очков. Но не для очков. Я посмотрела, что есть вот эта вот фишка. И засунула туда две связки ключей. За счет того, что он мягкий, ключи ложатся идеально. Поэтому, наконец-таки, у меня все будет лежать в одной кошелке и при мне. Потому что то забуду ключ, то еще что. Короче, это вместо ключницы. Потому что в ключницу просто моя связка тупо не влезла. Купила за 4 рубля, значит, скалку. Муж столер, а толку никакого. Потому что, блин, говорит, у нас нет на работе круглых вот таких вот фигаций. Короче, взяла. Потому что я то бутылками, то банками катала. Короче, что под руки попадет. Все, взяла, значит. Дальше взяла за 4 рубля вот такую вот растяжку. Тут три цвета. Черный, коричневый и белый. 10 фотографий можно вместить на ниточку и на прищепочке. Короче, сегодня повешу. Вообще супер. Супер. Потому что чуть-чуть большего объема. Я как-то недавно вам показывала в видео 8.90 белорусскими. Сейчас 4 рубля в этом магазе. Офигеть. Просто офигеть. Ну, там цветная была, но там не под каждый интерьер подойдет. А тут вон. Короче, шикарно, шикарно. И давно присматривала вот этот вот конструктор. Короче, взяла Полине два пакета. Так, доставайся. Взяла два пакета, чтобы было побольше. И, кстати, два последних забрал. Офигеть. Короче, видали? Сейчас посмотрим ее реакцию. Смотри, что я купила. О, господи. Сюда иди. Лего. Это такой конструктор маленький, видишь? Видишь, взяла две, чтобы тебе много было. Это всякие там маленькие домики можно делать. Там, не знаю, вон. Ну, шо? Будешь с таким играть? Да. Скалку купила. И смотри, что еще на стенку. Вот сюда засовываешь фотографии. Смотри, что у нас на стенке будет висеть. Вот так вот фотографии у нас будут висеть. Вот в итоге переложили. Правда, на две вышло. Но ничего страшного. Зато все вместе лежит. Да? Все, иди можешь на столе это складывать. А это я не знаю, как строить. Это не из этого, наверное, конструктора. Не знаю. На. Забирай. Такое нет. Все, буду это сейчас убирать. Буду есть, готовить. Сейчас, короче, слушаю музыку. Навела порядок вот там. Сейчас на вот это пустое место сахар поставлю. Я пересыпаю обычно в банки. Не покупаю никаких контейнеров. Ну, короче, просто пересыпаю в баночки. В итоге все аккуратно смотрится. Здесь у меня варится гречка. И тоже на полочках понаводила порядки. Так что вот посуду, блин, не этот... Посуду не успела помыть. Потому что сейчас набирается бассейн. Поэтому все, жду уже, когда выключится. И тогда помою. И вот как у меня все это дело выглядит. Сейчас в этой новой мисочке, короче, замешиваю тесто. Значит, тут у меня сахар и дрожжи. Сейчас там молочко подогревается. Поэтому вот сейчас буду готовить тесто. А там уже к вечеру пирог как раз изготовлю. Все, значит, гречку сварила. Полина там сидит, кушает. Нашинковала капусту. Я уже поняла, что, в принципе, можно даже средними кусочками это все шинковать. Потому что в любом случае она, когда обжарится, будет вообще мизерная. Ну, короче, нашинковала капусту, значит. И здесь у меня пока что вот так. Потому что скоро буду снова тесто обминать второй раз. Поэтому пока это здесь оставила. Капусту сейчас в холодильнику беру. Посуду вымыла. Здесь родила такую фишку. Короче, этот... Здесь удлинитель сюда пустила. И в итоге, чтобы не на высоте, то у меня вот здесь все стоит. У нас сейчас хоть получше стало. Более-менее. Вот. Только с этим шнуром надо будет что-то решить. Я его уберу. Наверное, не уберу. Не знаю. И вот мое тесто дрожжевое. Оно уже... Это пятилитровая вот эта вот фишка. Поэтому, чтобы вы понимали объемы. Вот. Было наполовину меньше. Ну, вот. Поднимается вообще супер. Снова воздушное. Классное тесто. Пока что на 40 минут. Температура там 50 градусов. Но мультиварка моя иногда, конечно, врет. Поэтому я не поверю, что там 50 градусов. Но вполне возможно. Но в любом случае, тесто классное. Пусть стоит 40 минут. Мне торопиться некуда. Я потом его достану. Немножко помну. И загружу второй раз. Последний раз у меня обычная загрузка. Примерно на минут 20 я ставлю. И все. И оно растет. Будет пол мультиварки. Там это точно. А там уже как раз капуста охладится у меня. Охладится капуста. И уже практически перед приходом Дениса уже можно будет готовить пирог. Так что вот. Посмотрела у нас сейчас тесто на акции. Вот это дрожжевое, которое я покупала. Рубль 39. Но думаю, блин, все у меня есть. Готовится быстро. Не тороплюсь. Абсолютно никуда. Поэтому думаю, буду лучше сама делать. Потому что я хотела на две порции взять. Там 450 грамм всего лишь. Но знаете, оно еще так спрессовано, что вчерашнего пирога было реально мало. Я раскрыла. Тут получается вот эта вот ниточка. Эти маленькие пупсики, прищепочки. Класс. Там и цветные были. Но не захотела я цветные. Я думаю... Ай, ну, нафиг. Короче, белые. Черные. И такие вот коричневые. Камера передает идеально, я вам скажу. Поэтому по цвету можете не сомневаться. Коричневых четыре. Черных и белых три. Поэтому, не знаю. Надо выбрать будет потом фоточки какие-нибудь классненькие и туда всунуть. И сейчас пойду корм пересыплю заодно. Либо снять. В итоге лампочки нет, увидишь. Даже не знаю, как это снять. Блин, ну, как красиво. Супер, мне нравится. Класс. Я еле выбрала, кстати, эти фотографии. Потому что вертикальных не так уж много. Ну и все. И наша пустая стенка. Видишь, какая клевая. Тебе нравится? Не бей посуду. Круто. Круто? Угу. Давай вторую лампу. Так она кухня, она на столе. Ну и в комнату одну добавь. И все, сороковку как раз. Короче, у меня еще осталось даже тесто. Блин, нафига я смазывала постоянно яйцом? Если оно вылезло, нормально запеченное. Вот, красотища, короче, переложила. Сейчас остынет. Какой мягенький. Зато, блин, со своего теста. Вот, значит, какая красота. Блин, как я так показываю против света. О, супер. Короче, сейчас стою, жарю курицу. Гречку я уже поставила в холодильник. И у меня сейчас жарятся бедрышки. И пирог ушел. Просто с концами. Сразу порезали, съели. Супер. Сейчас я, короче, все это доготовлю. Влог я буду уже обмонтировать. Либо завтра утром, либо, не знаю. Либо к обеду где-то. На работу, не знаю, пойду, не пойду. Пока вообще ничего не знаю. Блин, ночью собаки какие-то гавки. Вот, короче, все. Жду, пока сварится. Жду, пока пожарится курица. И пойду кладутся тоже спать. Уже все спят. А я сижу, блин, тикток снимаю. Поэтому всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.